МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Как помочь трудным подросткам и защитить их в интернете? С классными руководителями обсудил мэр Сочи. Герою России 55. Сочинцу Евгению Федотову сегодня вручили еще и городской знак почета. Экватор позади. На Кубке мира Сириус определены полуфиналисты от группы А. Аврори усилят стены и сохранят исторический облик. О реконструкции Краснодарского кинотеатра губернатор Кубани рассказал Сергей Галицкий. На встрече обсудили детали развития краевого центра. Вениамин Кондратьев заметил, что для столицы региона сохранение авроры действительно важный вопрос. Жители внимательно следят за судьбой исторического здания, которое снова должно стать визитной карточкой Краснодара. Местные власти окажут всю необходимую в этом вопросе помощь, заявил глава региона. Напомню, что Сергей Галицкий в качестве инвестора занимается восстановлением одного из главных городских символов. Специалисты уже закончили полное обследование здания. Теперь за работу возьмутся архитекторы. Они разработают проект всех конструктивных изменений. По расчетам экспертов, строители могут выйти на объект через 6-7 месяцев. В День знаний на Кубани откроется сразу несколько новых школ. Это больше 6 тысяч учебных мест. Самые крупные образовательные учреждения построили в Краснодаре, в Восточно-Кругляковском и Московском микрорайонах. Также современные условия создали в Славянске на Кубани. Там школа рассчитана на 825 мест. Вопросы развития системы образования на личном контроле держит губернатор. За последние 4 года в крае появилось 26 новых школ. Но это не предел. Население региона растет, а значит, нужны дополнительные образовательные учреждения. Вениамин Кондратьев посетил две школы, которые были построены с нуля. Новая школа в поселке Южном, пожалуй, одна из самых долгожданных в крае. До этого здесь было лишь одно учебное заведение для начальных классов. Остальным детям приходилось ездить за знаниями в Краснодар. В начале прошлой недели в социальных сетях появилось видео, где окна при открывании, как говорится, ходили ходуном. Кадры были сделаны сразу после их установки. На второй день. Сегодня мы решили проверить, как устранили недочеты. Поводом для беспокойства стали эти огромные витражные окна, установленные в библиотеке. Пользователи соцсетей усомнились в качестве строительных работ. Однако сегодня мы видим, что окна установлены достаточно прочно. А также здесь установили специальные металлические ограждения. Сегодня здесь уже завершены строительные отделочные работы. Однако сроки затянулись из-за прошлого подрядчика. С проверкой школу посетил глава региона. Рабочие наводят лоск пока в пустых кабинетах. В ближайшее время здесь должны установить мебель и оборудование. Губернатор поручил ускорить этот процесс. Ведь за парты здесь должны сесть 1300 учеников. Идет сейчас поставка оборудования. Очень много лотов. Победили разные поставщики вообще не из Краснодарского края. Но мы по телефонному режиму вроде бы понимаем, что успеваем в основной части оборудования все поставить. Если есть график, если есть четкий алгоритм, по которому мы все вместе с вами шли, все вместе, значит мы должны прийти к результату. Об этом я уже не раз говорил. В другой школе не менее долгожданной все уже готово к приему учеников. Образовательное учреждение на улице Байбакова в Краснодаре оборудовано так, что может позавидовать любой столичный лицей. И пока остаются считанные дни. И на начало учебного года кабинеты занимают педагоги. Кажется, такой школе они и сами радуются, как дети. Классы оснащены по последнему слову образовательной техники. Даже правила безопасности дорожного движения изучать в таких кабинетах не скучно. На данном макете смоделирован пешеходный переход, а также светофор, который также установлен здесь. Видите, переключается свет. Красный, желтый, зеленый. Видите, установлены знаки. Где перейти можно, где перейти категорически нельзя. Вот такие вот самые разные модельные ситуации будем прорабатывать с детьми. Наряду с привычным русским языком и математикой школьникам будут преподавать и робототехнику. Для новых изобретений все необходимое в одном кабинете. Это очень необходимо для ребят. Во-первых, это мелкая моторика развивается. Во-вторых, это программирование. Во-вторых, это механика. Это просто то, что вы откажете в жизни. Они будут их не бояться, будут ими управлять, работать с ними. И когда ты знаешь, на что ты идешь, ты знаешь, что перед тобой застройство, как его сделать, как его настроить. Перед началом учебного года образовательное учреждение сегодня также посетил Вениамин Кондратьев. Глава региона осмотрел классы и пообщался с преподавательским составом. В школе созданы все условия, чтобы найти себе занятия по душе, уверен губернатор. В соседних кабинетах программирование рядом традиционные классы технологии, где мальчики смогут научиться обработке металла или дерева, а девочки новым рецептом и шитью. Есть те, которые будут заниматься техникой, которые к этому стремятся, которые в своей жизни будут, потому что это конструировать, делать. Но есть те, которые выберут рабочую специальность. И мы должны создать условия и для тех, кто будет в жизни заниматься наукой, заниматься техническими направлениями, и те, кто просто будет работать руками. Им тоже должен быть высокопрофессиональным. В том числе не важно, какая у него будет рабочая профессия, но высокопрофессиональным специалистом. Это очень важно. Все, кто имеет различные таланты, могут их реализовать в этой школе. Школа, из которой явно не захочется уходить. Все в этом образовательном центре сделано так, чтобы детям было интересно и комфортно. Чего только стоит большой спортивный зал со скалодромом, где есть весь необходимый инвентарь для занятия футболом или волейболом. Меня Минкандратьев отметил, что эту площадку необходимо использовать для внешкольного досуга. Например, открыть здесь различные детские секции. Игровой зал. Даже если нет, для отработки ударов для игры волейбола. Вот, коллеги, Анна, знаете, очень важно, чтобы вот эта школа, она стала еще и центром внешкольного досуга молодежи. Именно она должна работать до 22.00, как мы в целом договорились. А уж в такой школе грех после занятий не заниматься спортом. Есть возможность детям заняться спортом. Здесь все сделано на пять. Просторный пищеблок с различным меню, библиотека, которая больше напоминает космический корабль и система безопасности в режиме онлайн. Оценку «Отлично» о новой школе поставил и губернатор. Важно, чтобы такие учебные заведения высокого уровня появились по всему краю. «Удивляюсь такой школе, такому оборудованию, наверное, больше. Оборудованию. В моем возрасте, школьном, конечно, такого не было. Но и жизнь была другая. И в вашем, я тоже уверен, в школьном возрасте тоже такого не было. А сегодня мы обязаны создавать условия для детей, чтобы они были готовы к современной жизни. Готовы к современной жизни. И вот здесь, если мы не создадим условия, и они не будут готовы к современной жизни, к сегодняшнему прогрессу, мы не двинемся вперед. И вот это все в таких школах. Сердце радуется, еще раз подчеркиваю, я уже сказал коллегам, конечно, хотелось бы, чтобы такие школы были везде, и большинство везде. Но для этого нужно еще многое сделать. Но отказаться мы не можем. Строительство таких школ не имеем права, если мы хотим идти вновь со временем. А это основное сегодня условие развития и мальчишки, и девчонки как личности, как успешной личности, как и в целом развития нашего региона. До первого звонка осталось чуть меньше недели. Главным гостям, ученикам, еще предстоит оценить новую школу. 2 сентября за парт, и здесь сядут более трех тысяч ребят. Лучшие по профессии пять кубанцев стали победителями мирового чемпионата рабочих специальностей WorldSkills. Лучших назвали накануне. Соревнования проходили в Казани. Участие в церемонии закрытия принял президент России. Всего из Краснодарского края участие в состязаниях приняли 8 человек. Губернатор региона поздравил всех с высокими результатами. 8 ребят из Краснодарского края в составе сборной России показывали свое мастерство в различных областях. 7 из них уезжают домой с медалями. Горжусь тем, что у нас такая молодежь, умная и активная во всех сферах и направлениях. Поздравляю и желаю успехов в реализации задуманного. 45-й чемпионат WorldSkills впервые прошел в России и стал самым масштабным в истории движения. Участие в чемпионате рабочих профессий приняли свыше 1300 человек из 63 стран. Университет «Сириус» и «Яндекс» открывают набор на научно-практический интенсив для студентов-разработчиков. Очная часть программы пройдет с 3 по 17 ноября в Сочи. В течение двух недель студенты попробуют воспроизвести результаты последних достижений в области компьютерных наук и научатся использовать их на практике. Набор на программу «Конкурсный» будет проходить в два этапа. На первом этапе необходимо принять участие в онлайн-состязании по программированию и проанализировать научную статью. Это можно сделать в любое время с 1 по 17 сентября, но нужно уложиться в двое суток. Подать заявку можно на сайте «Сириуса» до 13 сентября. Участники, набравшие наибольшее число баллов на первом этапе, будут приглашены на онлайн-собеседование. Планируется набрать около 30 человек. Результаты отбора будут опубликованы на сайте «Сириуса» 1 октября. Кстати, южане и чаще других россиян оплачивают покупки в интернете. Таковы результаты исследований агентства «Медиаскоп». Через интернет рассчитываются почти 96% жителей Южного федерального округа. Южане также чаще, чем россияне. В целом переводят деньги другим людям. Самые популярные у жителей ЮФУ способы онлайн-оплаты – это банковские карты и интернет-банкинги. При этом все больше пользователей из нашего региона платят со смартфонов. Теперь интересно, за что платят. Почти 65% платили с телефонов за покупки в интернете. Чуть больше половины опрошенных переводили деньги. 47% оплачивали заказы еды. Годом раньше эти цифры были меньше почти на 5%. В России появится новый способ обжалования дорожных штрафов. Сделать это можно будет онлайн без визита в госавтоинспекцию. Кроме того, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф, рассказал известием замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Новый сервис запустят на сайте госуслуг в тестовом режиме в следующем году. Он позволит обратиться онлайн не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе. В таком письме будут указаны все подробности и фотографии нарушения. Россияне смогут прикреплять к заявлению документы, подтверждающие неправомерность наказания. Например, заявление об угоне автомобиля, договор купли-продажи машины, записи из видеорегистратора. Сейчас автовладельцам, не согласным с постановлением, необходимо лично подать заявление в ГИБДД либо отправить заказным письмом. К другим новостям. Турист из Абхазии пытался пронести по зеленому коридору партию незадекларированных сигарет. Внимание таможенников он привлек большой картонной коробкой, перемотанной скотчем. Рентген-контроль показал, что в ней 30 блоков сигарет. Это 300 пачек. Житель Свердловской области пояснил, что ввез сигареты в подарок друзьям. Однако в соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 250 граммов табака. На товар наложен арест. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. За семь месяцев этого года количество подобных нарушений на границе с Абхазией увеличилось в 16 раз. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Организацию профилактической работы с несовершеннолетними обсудили педагоги и эксперты. В рамках социально-педагогического фестиваля «Образование». Особое внимание на встречу уделили проблемным подросткам. На учебный год задачи для сотрудников образовательных учреждений уже определены. А на этом совещании эксперты рассказали о том, какую работу необходимо проводить педагогам с трудными подростками. Профилактика девиантного, суицидального поведения, пропаганда здорового образа жизни. Все надо начинать с раннего выявления. И в этом нам помощники, конечно же, замы по воспитательной работе, классные руководители, социальные педагоги и психологи. Чем занимается ребенок, каковы его интересы, каково его окружение, что его волнует, интересует, кто у него в друзьях. Вот это как раз и является первичным выявлением. Выявить интересы ребенка или подростка, как отметили специалисты, сегодня легко с помощью социальных сетей. Но при этом сами соцсети становятся фактором риска. Ведь в интернете школьники – легкая добыча для злоумышленников. Также на совещании обсудили, как выявить у ребенка склонность к суициду и как с этим бороться. Для каждого из трудных подростков требуются наставники. Это зона риска. Вчера мы собирались по тем деткам, которые у нас уже стоят на учете. И они совершили уже какое-то правонарушение. Это не страшно, если будет хороший наставник. Поэтому мы говорили вчера о наставничестве. И каждый этот ребенок, их три стороны, он должен получить хорошего наставника, который его заберет. Глава города уже поставил задачу педагогам выявить детей из неблагополучных семей, трудных подростков. Это необходимо для того, чтобы оказать материальную и психологическую помощь. Для того, чтобы трудные дети росли в здоровых условиях, к ним необходим особый подход. В этом учителям помогут и наставники, и правоохранительные органы, и даже родительские комитеты. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Мечты сбываются. И особенно приятно, когда это происходит в канун праздника. Ко дню знаний девятилетней сочинке подарили смартфон и плазменный телевизор. Теперь точкой притяжения всех членов многодетной семьи Ямцовых станет детская комната Лизы. Взамен старого лампового телевизора ей сегодня установили современный, а еще подарили новый телефон. Я хочу всех поблагодарить, что люди неравнодушные. Мы многодетная семья. У меня дочке 15 лет, 9 лет и 3 года. У нас в Сочи есть добрые, хорошие, отзывчивые люди, которые приехали к нам, подарили ей сенсорный телефон, как она мечтала, подарили телевизор в ее комнату. О своей мечте школьница рассказывала маме и близким друзьям. Те, в свою очередь, обратились за помощью в мэрию, которая выступила связующим звеном между семьей Ямцовых и меценатами. Карина Воробьева вместе с другими неравнодушными решила исполнить детскую мечту. У нас появилось очень большое желание помочь ребенку. Мы вот решили сделать такой подарок. И, естественно, для нас это, не могу сказать, что мелочь, но это большое эмоциональное удовольствие от того, что ты можешь доставить ребенку, родителям какую-то поддержку. Несмотря на инвалидность, Лиза ходит в школу, занимается танцами и очень любит музыку. Первым делом девочка решила скачать на новый телефон приложение ТикТок, чтобы научиться создавать собственные видеоклипы. Герой нашего времени сегодня в Сочи с юбилеем поздравили героя России Евгения Федотова. О свое 55-летие российский военный летчик отметил в кругу боевых друзей и юно-армейцев. Воспитание подрастающего поколения сочинцев сегодня главная задача полковника Федотова. Сегодня ему 55, и он – герой России. Евгений Федотов прошел пять войн и совершил 3000 боевых вылетов. В 1986 году попал в Афганистан. Затем были Абхазия, Первая и Вторая Чеченская войны, Южная Осетия. За боевые действия в Чечне был награжден Орденом Мужества. В начале 2000-х стал командиром 487-го вертолетного полка в Буденовске. Регулярно участвовал в выполнении боевых заданий по борьбе с вооруженными бандформированиями. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северокавказском регионе, указом президента полковнику Федотову присвоено звание Героя России. Евгений Михайлович – сочинец. Он уволился из вооруженных сил и теперь работает на благо города. Воспитывает молодежь, за что Героя России поблагодарил глава города. Анатолий Пахомов вручил юбиляру еще одну награду – знак признания и почет сочинцев. Мы, наверное, возродили традицию, когда нужно чествовать заслуженных людей в Сочи, тех, кто ценой своей жизни защищал Родину. А на чем воспитывать этот героизм, на чем воспитывать молодежь? Конечно, на историческом опыте нашего народа и, конечно, на живых сегодня героях, которые среди нас есть. Гордимся сегодня, что такие замечательные люди, патриоты нашей Родины живут рядом с нами. Евгений Федотов – один из организаторов движения «Юнармия» в Сочи. И теперь военно-патриотические уроки и уроки мужества регулярно входят в его рабочий график. Поэтому поздравить с днем рождения своего наставника сегодня пришли и его подопечные. Он хотел донести, что в любой момент нас всегда поддерживает наша семья, что нужно любить свою Родину, что нужно служить своей Родине и быть верной ей. Он всегда с нами, он всегда нас поддерживает. Поэтому сегодня прийти и поздравить его была честь не только для меня, но и для всего нашего отряда 14-й школы. Сам герой России признался, что этот день запомнит надолго. Ведь последние несколько десятков лет ему вообще не приходилось отмечать день своего рождения. Тем более, в август месяце, как правило, активность проявляют наши противники. Поэтому зачастую приходилось, в том числе и за штурвалом вертолета, встречать свои дни рождения. Прошло 6 лет с момента моего увольнения из вооруженных сил. И я все больше и больше огражданиваюсь, становлюсь настоящим жителем города Сочек. Мужчины не плачут, тем не менее, слезу выдавили. Спасибо. Ольга Десятого, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Миллиард рублей на малобюджетные спортивные комплексы и центры единоборств. На строительство этих объектов со следующего года на Кубани предусмотрят обязательное финансирование. Об этом губернатор рассказал на встрече со спортсменами, которые представляют Краснодарский край. С победителями международных соревнований Вениамин Кондратьев пообщался в неформальной обстановке. Говорили не только о недавно завоеванных наградах, но и о проблемах в отрасли. Особое внимание стоит уделить тренировочному процессу. Для этого нужна современная инфраструктура. Сейчас на Кубани занимаются по 38 основным видам спорта. Мы южный край. Давайте посмотрим на те виды спорта, которые нам уже принесли Пьедестал. Футбол, гонбол. То есть это такой вид спорта, который легендарный отчасти. Которые максимально на Кубани культивировались и дали результат. И дают результат. Гребля, батут. То есть вот гребля. Мы же очень по климату комфортный регион для занятия греблей. Поэтому давайте посмотрим на, скажем так, золотые наши виды спорта. Золотые, которые на самом деле подтвердили то, что их нужно продолжать максимально развивать. А значит, в них нужно вкладываться. Посмотрите их оснащение, этих школ. На самом деле, насколько сегодня, в чем они плавают. Моя первая лодка еще жива. Ну вот о чем мы говорим. Она, конечно, сейчас может быть легендарной считаться и фортовой, но тем не менее, может все-таки пора заменять их. Однако развитие, как отметил губернатор, требует не только спорт высоких достижений, но и массовая физкультура. Объекты для занятий должны быть в шаговой доступности. В регионе рассчитывают вовлечь в здоровый образ жизни как можно больше людей. Так, к 2024 году в Краснодарском крае, согласно НАЦПроекту, заниматься спортом должно больше половины взрослого населения. Экватор позади. И на Кубке мира Сириус определены полуфиналисты от группы А. Сборная канадской Альберты с разгромным счетом обыграла Давос и одной своей победой выбила из дальнейшей борьбы и швейцарцевых шведов. Шведский Мода в матче против Лока уже не претендовал на выход в полуфинал, но ярославцам не помешал одержать очередную победу. Без единого проигрыша на групповой стадии чемпионы МХЛ выходят в полуфинал с первого места. Соперники Лока и Альберты определятся на заключительных матчах в группе «Б». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok